В программе 1С, в которой работает практически весь офисный штат компании Аграхим Центр Тамбов, оптимизированы все бизнес-процессы. Папки с документами прибывают теперь строго на определенных этажах, да и к тому же все подписано. Некоторые изменения ворвались и в привычную жизнь сотрудников ресепшена. К примеру, здесь поставили принтер, так чтобы до него не нужно было пробираться через весь офис. Не остался без внимания и склад, где хранятся минеральные удобрения. В Селезнях находится наш базовый склад. Там время протекания процесса сократилось больше, чем на 50%. Мы понимаем, что там работают два человека, менеджеры по сопровождению сделок. Мы понимаем, что всю работу теперь может успевать делать один менеджер по сопровождению сделок. Но это не значит, что мы увольняем сотрудников. Это лишь означает то, что на сегодняшний день наш новый объект в Мучкапе, который требовал привлечения новых сотрудников. То есть теперь этот ресурс мы можем закрывать ресурсом Селезни. Задача была сократить время протекания процессов. Было две подзадачи. Одна из них касалась определенных технологических улучшений и реконструкции козлового крана, то есть логистики, приемки и отгрузки минеральных удобрений. В связи с наступлением холодов и зимнего периода мы не смогли до конца, не успели реализовать эту задачу, но реализуем обязательно ее весной. На этой стене карта всех преобразований, проведенных экспертами регионального центра компетенции за полгода. Оказалось, что перемены мест слагаемых в сумму все-таки меняет, если из нее, из этой суммы складывается успех и прибыль предприятия. Выработку или, иными словами, производительность труда в Агрохимцентр Тамбов повысили аж на 13%, а в следующем году этот показатель планируют увеличить в два раза. И хотя шестимесячное взаимодействие с Тамбовским РЦК позади, Агрохимцентр Тамбов свою работу по улучшению внутренних процессов не заканчивает. Благодаря обучению своих же собственных сотрудников инструментом бережливого производства компания планирует повысить производительность труда и на других участках. Повышение производительности сегодня возведено в ранг национальных интересов. Большое внимание и поддержку реализации этого проекта оказывает руководитель региона Максим Егоров. Буквально недавно Минэкономразвитие довел до регионов статистику по росту производительности труда именно в базовых несырьевых отраслях. Мы можем с гордостью сказать, что по итогам 2020 года рост производительности на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей, это именно те отрасли, предприятия, которые могут быть потенциальными участниками, достигли 120%. 120% рост производительности на предприятиях. Свою эффективность за счет участия в нацпроекте повысили уже 35 предприятий региона. Ожидается, что инструментами бережливого производства до 2024 года воспользуются еще 49 организаций. Марина Корякина, Станислав Попов, Александр Кобзарев. Область новостей. Да, в нашей организации.